Вчера снимали, а сегодня смотрят, что там получилось из кинорепортажа в Грозненском объединении грузового автотранспорта. Сюжет этот не пойдет в киножурнал, не попадет в вечернюю программу теленовостей по Чеченой Ингушетии. Его для себя снимали, для друзей. Братья Александр и Виктор Памшевы не профессиональные операторы, они электрики того же автохозяйства. Конечно, кино дело сложное. Многих вещей у нас нету, то, что имеют профессионалы. Многое приходится самим делать, доходить своими руками, своей головой, приспосабливаться, выкручиваться для того, чтобы осуществить свои идеи, решения, задачи. Братья-близнецы. Но старшим считается Саша. Ему и слово. И характер разный, и увлечения разные. Он, например, у него больше тяги техники, кинокамеры. Он у нас больше снимает камеры, работает. А я больше с разговоров с людьми, с беседой, подготовка материала, литературная обработка сюжета, организационные моменты съемки, режиссура, постановка кадра. Вот это я занимаюсь. В коллективе Грозненского автохозяйства братья Памшевы работают 20 лет. Вот те товарищи, которые с нами работают, часто встречаются. Они, например, говорят, что и голоса у них разные, да и внешне они разные. Хотя на первый взгляд, конечно, это видно, чтобы похожие люди. Те говорят, да я их и спиной развлечу. У нас даже ни одной рубашки одинаковой нет. А как живете, братья? Тихо, мирно и без споров? Если бы это без споров было, я не знаю. Наверное, и фильмов-то. Фильмы, фильмами нельзя было назвать. Как и все люди, обязательно спорим. Особенно на работе над фильмами, где есть о чем поспорить. И всегда разные мнения бывают. Каждый отстаивает свою точку зрения. Но всегда как-то приходим к одному знаменателю. Братья и сами работники отличные. А вот себя снимают мало. Нам ведь всегда кажется, что в чьих-то судьбах драматизма больше, чем в нашей собственной. Пройдет какое-то время, и кинороликам, снятым сегодня братьями, цены не будет. Но Саша и Виктор о такой далекой перспективе киноискусства не думают. А снимают и снимают. Им очень нравится жизнь переносить на кинопленку.